всем привет сегодня у меня начинается двухнедельное влоговое видео будет она вероятно длинном а может быть и не очень длинном возможно я чуть меньше буду менять процессы посмотрим как все сложится и начинается она у меня с гортензии потому что именно гортензия выпала в игре вышить все единичка и там значит у меня именно она сейчас у меня работа выглядит вот таким образом 88 процентов готова на данный момент в этом сюжете осталось здесь вышивать меньше 2000 точно по-моему 1700 что-то в этом роде поэтому конечно же за эти две недели я бы хотела эту работу завершить но честно говоря когда я увидела что выпала именно эта работа я несколько удивилась и немножечко даже так растерялась потому что я себе заранее решила думаю ну так я сейчас в первую очередь беру ту работу которая выпадет по кубику а второй работы я возьму гортензию чтобы ее дошивать то есть у меня вот такой был план и после того как выпала гортензия такая думаю а что ж мне второе взять и так немножечко даже растерялась решение я конечно приняла но в первую очередь буду вышивать гортензию понятно что минимум на 1000 я буду продвигать вот именно сейчас но помимо этого за эти две недели я буду ввести ее в завершении мне здесь осталось вышивать полукрест который расположен вокруг вот этого верхнего соцветия здесь еще есть некоторое количество крестиков и бэкстич на этих цветочках самая такая малоприятная часть работы не нравится мне здесь вышивать бэк но благо его не сильно много поэтому тоже как-нибудь потихонечку справлюсь я думаю так это первая работа и что же я решила все-таки взять во вторую очередь возможно я буду достаточно предсказуемой но я решила взять шале да эта работа которая на втором месте по близости к завершению и поэтому логично наверное было бы ее взять сейчас у меня в работе вообще 12 процессов и я бы хотела их немножечко под сократить поэтому я хочу шале закончить в планах у меня было закончить шале летом и сейчас вот уже август совсем-совсем скоро наступит но шансы это сделать у меня есть поэтому хочу шале тоже по продвигать активно в течение вот этих двух недель сейчас здесь готово 90 насколько я помню процентов было бы идеально было бы просто супер отлично если бы я довела эту работу до 95 процентов это будет прямо у вау если получится праздник прям праздник можно будет устроить надеюсь что так все и будет как же у меня выглядит работа да что же я не показываю вот таким образом она у меня выглядит мне здесь предстоит вышивать еще более 10 тысяч стежков если переводим в крестики то 5000 но все-таки в стежках да вот здесь выполняется работа в гобелиновых стежках да вот в этом небольшом казалось бы участке еще 10 тысяч стежков предстоит мне сделать как я уже раньше упоминала с одной стороны моя задача сейчас усложняется потому что здесь я буду вышивать вот эту вот сосну и конечно смена нитки здесь будет чаще чем на вот этом участке но зато здесь будут более темные оттенки ниток и это приятно потому что более темными мне вышивать гобелен нравится гораздо больше поэтому здесь я надеюсь тоже что результат будет хорош я конечно вам буду показывать я буду делать какие-то включения буду брать другие работы буду выбирать задание из ваших комментариев поэтому на этой неделе точнее на этих двух неделях будут точно не только эти два сюжета будет что-то еще но вот по ним конечно у меня самые наверное обширные планы потому что гортензию не хотелось бы завершить ну и как вот я озвучила пошали хотелось бы тоже здесь сделать продвижение максимальная прям вот половину из того что осталось сделать было бы очень круто и что еще хочу показать сразу я продолжаю потихонечку заниматься оформлением и дошла очередь у меня до вот этого шарика вот этого замечательного дракона я его частично уже сшила меня просили показать рассказать про это оформление более подробно вообще я рекомендую взять у марины хачановой вот ринк ази до дизайнер этих шариков мастер-класс у нее все очень подробно очень тщательно расписано когда я покупала первую схему шарика я и написала что я первый раз это делаю боюсь что у меня ничего не получится она мне скинула мастер-класс я не знаю каждый ли схеме шарика она высылает сейчас мастер-класс может быть нет но если вдруг она вам его не отправила просто можно у нее спросить потому что на мой взгляд там все максимально понятно я делаю вот именно как у нее все написано но давайте расскажу что делается в первую очередь в первую очередь сшиваются вот эти вот лепесточки дайте коротенькие участки и сшиваются они сначала делается на меточка я делаю с помощью вот такой вот моно нити кстати это именно тоже в мастер-классе я увидела что с помощью моно нити это очень удобно впоследствии когда вы уже прошили эти швы на машинке там велика вероятность что вы проходите если будете наметку делать обычной ниткой что когда будете прошивать на машинке иголка проткнет эту ниточку потому что здесь важно сделать наметку именно вот по той линии по которой мы будем дальше сшивать и соответственно потом выдергивать эту наметку будет очень неудобно а когда это моно нить то она вытаскивается легко и без всяких проблем единственное что у меня такая тоненькая моно нить что я беру ее в две нитки складываю может быть для кого-то это покажется сложным можно взять нитку более толстенькую моно нить бывает разное по толщине в принципе и именно черный цвет потому что его хорошо видно по нему легче ориентироваться соответственно и когда вы прокладываете уже строчку на машинке и когда вам нужно эту нитку удалить тоже она видна ну в моем случае видно если вдруг у вас вышивка например выполняется на какой-то темной основе возможно надо взять тогда другую ниточку сшиваем и вот эти части строго по тем точкам которые указаны в схеме то есть вот такими небольшими стежками и у вас должны получиться такие вот горизонтальные линии вот сейчас я наставляю фотографию в процессе фотографировала немножко вот таким образом мы прокладываем строчку тщательно прокалывая конкретные точки и потом после этого мы стягиваем тоже как раз моно нить удобно стянуть вот эти швы а уже потом по ним мы прокладываем строчку на машинке либо можно прошить вручную здесь уже как кому удобнее кто чем обладает я сшивала на машинке почему я здесь оставила вот такую часть проклейте обязательно чем-нибудь флизелином или дублерином у меня это тоже было уже сделано почему я здесь оставила такую часть я в этот раз хотела попробовать вот этот длинный шов тоже закрыть сразу на машинке потом через вот это отверстие вывернуть шарик и уже чтобы мне потайным вот этим швом который вручную делается осталось закрыть только вот эту маленькую часть но я очень переживаю сейчас уже после того как вот таким образом я соединила детальки я переживаю что мне не удастся вывернуть шарик через вот это маленькое отверстие потому что он проклеен довольно таки такой плотненький и вот я не уверена что мне это получится поэтому у меня сейчас дилемма в том плане что то ли все таки сшить его это вот как сказано в мастер-классе дизайнера то ли все таки попробовать сделать таким образом что это длинный шов прошить на машинке а потом коротенький уже вручную почему мне хочется сделать именно так потому что когда я сшивала свой первый шарик вот этот шов который делается вручную но мне кажется что у меня получился не не супер аккуратно как бы довольно аккуратный но все же он отличается от тех шов которые выполнены с помощью машинки поэтому если бы этот шов вручной был вот такой маленький более короткий наверное было бы все таки лучше мне так кажется в общем над этим я еще думаю после того как я сошью какой-то из этих швов в любом случае я вывернул вот уже вот таким образом этот шарик набью его максимально хотя вот этот вот длинный тоже шов надо будет перед набиванием сколько-то сделать потом уже набить шарик и закрывать окончательно вот такое у меня здесь начало оформление и я думаю что тоже ближайшее время я этот шарик доделаю обязательно вам покажу что у меня получилось вот здесь у меня очень хорошо все сошлось по рисунку но вот здесь вот не на сто процентов совпадение чуть-чуть есть немножко расхождение причем и на одном на одной стороне и на другой буквально махонько махонько и расхождение но чуть-чуть есть вот здесь вот эти вот совпали линия вот эти верхние ну в общем он получается классный пока еще немножечко такой неаккуратные бесформенные но я думаю что когда шарик набьется это будет гораздо лучше все выглядеть вот это оформление я хочу тоже завершить за то время которое буду снимать это видео увидимся с вами в следующем включении покажу что у меня получилось из обозначенного сделать и я готова показать вам первые результаты этой недели но прежде чем к этому приступим хочу дать такую информацию все сейчас говорят о замедлении ютуба я пока никак это не почувствовала но все же хочу напомнить что все видео у меня дублируются на дзене ссылочка есть в описании к каждому из моих видео поэтому если вам удобнее комфортнее по каким-либо причинам смотреть на дзене возможно то у вас есть такая возможность видео выходят абсолютно в одно и то же время никаких преимуществ и нет в этом смысле ни одной ни другой площадки единственный момент что если вы участвуете в голосовании за как процессы то выбор я делаю все-таки из комментариев на ю тубе вот это один такой вот есть нюанс но в остальном все одинаково поэтому выбираете ту площадку которая для вас более комфортно и более удобно но теперь давайте перейдем к тому что я навышивала начнем с гортензии вообще я сделала половину примерно из того что запланировала себе по этим процессом на предстоящие две недели уже чуть меньше двух недель и давайте посмотрим как у меня выглядела гортензия до этого момента до этого подхода и здесь я как уже сказала сделала примерно половину вышила 835 крестиков буду в крестиках вам тоже все говорить я думаю что здесь заметно вот появились полукрестики с этой стороны такие розовые здесь крестики появились зеленый полукрест я тоже повышевала в общем все занималась этой стороной здесь еще будет продолжение тоже такое розовенькое вот сюда ну здесь это будет в одну нитку полукрест который будет практически не видно также как с этой стороны вот здесь я когда вышивала говорила о том что не знаю видно ли вам через камеру мне потом написали что вообще не видно и действительно через камеру здесь вот полукрест не виден но живую он виден да он очень близок к цвету основы но с учетом того что здесь как раз такое ощущение что рисунок растворяется мне кажется неплохо смотрится поэтому конечно же делать его буду возможно через камеру он будет не очень хорошо заметен по-прежнему но все же в живую он значение имеет поэтому сейчас мне осталось вышивать в крестиках опять же 920 то есть меньше тысячи и это будет частично заметный полукрест вот здесь вот это пятно я думаю будет точно заметно и довольно много будет вот этого еще розового полукреста плюс backstitch так что есть еще чем позаниматься конечно же вышивалась в этот раз все приятно легко но вот не очень много времени досталось этой работе поэтому результат такой ну поменьше тысячи получился и что я еще делала я вышивала шале этой работе я уделила чуть больше времени потому что и сделать здесь хочется больше в общем то больше еще осталось давайте тоже посмотрим как работа выглядела фокус внимания на правую часть сюжета и теперь работа выглядит вот так тоже потихонечку что-то проявляется не так что глобально прям сразу какие-то куски потому что потихонечку понемножечку там сям какие-то каких-то разных ну здесь конечно пятно такое не слишком большое осталось зашить пятно пятно зашить ну в общем пустое пространство не такое большое осталось зашить но я как-то по нему расплываюсь я то с этой стороны что-то вышиваю то сюда куда-то вот забежала то решила все-таки снизу пойти заполнять пространство не очень у меня получается здесь на чем-то сфокусироваться и в итоге я решила сфокусироваться все таки на вот этом дереве на сосне на основной буду идти от нее я буду вышивать здесь сначала черным цветом как раз это будет так ну где-то по стволу он будет располагаться частично по веткам потом буду брать какие-то еще темные оттенки которые будут располагаться рядом тоже возможно на стволе и ветках то есть вот сделаю эту центральную часть а потом уже буду заполнять пространство между ветками и с этой стороны и с этой стороны наверное мне так будет попроще пока решила я но там посмотрим здесь я сделала 2444 стежка ну или 1222 крестика в гортензии кстати уже готова почти 94 процента здесь же готова 92 и 7 десятых процента близимся мы к завершению и там и там но здесь конечно работы еще предстоит больше в гортензии финиш уже прям совсем совсем рядышком в этот раз мне вышивала здесь помедленнее я сделала зато знаете какие моменты вышила было несколько цветов в которых четыре пять шесть восемь крестиков вот так оставалось сделать и вот эти все такие цвета я полностью вышила это тоже радует можно уже на них не отвлекаться есть конечно те которые там 20 стежочков каких-то может быть еще остается тоже не сильно много но это все таки уже не два поэтому может быть следующий раз пойдет побыстрее тем более что если вот как я решила буду делать вышивать черный цвет там черного еще ну не тысяча стежков поменьше наверное где-то 800 может быть что-то такое следующий цвет его тоже довольно много правда он более так расползается по пространству потому что черный более сконцентрированный вот именно в стволе ветках как-то все ближе к центру этой сосны а следующий темный цвет там темно-коричневый по моему идет он немножечко так ну вот по веткам по этим уже в разные стороны разбегается но все равно их будет много поэтому наверное вышивать в следующий раз мне будет попроще побыстрее в смысле так это все чем я занималась и я долго думала размышляла как же мне выстроить дальше работу с вышивкой на этих двух неделях я решила подождать немножечко и не выбирать задание из комментариев пока потому что может быть те люди которые посмотрят еще успеют написать те кто обычно не успевает может быть в этот раз успеют еще написать свои комментарии и поучаствовать все-таки в этом выборе поэтому я решила что буду сама сейчас брать какие-то работы ближайшее будущее и решила я пройтись по работам по сюжетам где у меня вышло то менее всего именно в процентах и конечно же первый сюжет который меня просто с наименьшим количеством процентов это long dog поэтому он попадает мои руки первым и здесь я тоже постараюсь что-то сделать но я не думаю что я буду ориентироваться в этих работах на какое-то определенное количество конечно мне так всегда в голове сидит вот это такая условная норма в 1000 крестиков но я не особенно страдаю если я вдруг до нее как-то не дотянула или что-то мне не удалось сделать но вот так в принципе где-то так на глубине своего сознания я всегда стремлюсь к 1000 поэтому если продвинется на тысячу будет здорово и тоже это чуть-чуть процентик какой-нибудь здесь добавит это первая работа которую я возьму вторая работа которая по процентам у меня тоже выше то крайне мало но все же больше чем long dog это жирафы жирафы от анкор здесь у меня выше то восемь процентов это конечно уже заметнее да как-то звучит посолиднее цифры чем 2 но все же хотелось бы чтобы хотя бы 10 процентов было готово ну в принципе так понимаю что если здесь мне удастся сделать тысячу крестиков то будет где-то около 12 процентов готова что уже вполне такое приятное какое-то создает впечатление напоминаю вам как выглядят жирафы такие они прекрасные раз прекрасные до них я опять же не доберусь думаю что скорее всего я пойду сейчас по нижнему краю буду продвигаться влево и что-то здесь вышивать судя по всему буду продолжать вышивать траву в общем-то примерно то что есть сейчас будет распространяться просто по направлению влево то есть увеличиваться будет у меня такая жаркая саванна но конечно же не только этим я буду заниматься я если у меня получится в дальнейшем еще что-то возьму из работ где у меня выше то в процентах меньше всего то есть дальше буду смотреть какой следующий у меня процесс насколько успею столько и по вышиваю в этом направлении но конечно помимо этого я хотела бы закончить гортензию и здесь как вы понимаете мне осталось уже совсем немного я уже озвучила что 920 крестиков если мы будем считать в крестиках я надеюсь что будет это вышиваться быстро потому что это действительно полукрест частично будет вот этот вот темный темное да пятно полукрест в две нити потом в одну нить и очень много полукреста вот этого розовенького тоже в одну ниточку будет самое неприятное самое долгое то что мне осталось это конечно же бэкстич я думала повышевать чуть-чуть бэкстич в прошлый раз но что-то выделила его в саге посмотрела думаю нет потом поэтому мне осталось вышить его вот на этом участке полностью не очень хочется конечно но за того что работа уже заканчивается все равно хочется ее завершить поэтому в этом смысле конечно какая-то мотивация есть вот сейчас беру пока три вот этих процесса гортензию лонгдог и жирафов от анкор ну а дальше мы с вами встретимся выберем задание из ваших комментариев там у нас еще будет вышить все тоже какое-то задание поэтому ну и может быть что-то я еще повышеваю по вот этой схеме возьму следующий процесс в котором тоже еще не так уж и много процентов пока план такой ну а с вами мы увидимся буквально через секунду ну что же пролетела у меня уже первой неделе из моей вот этой двух недельки пролетела она очень очень быстро была не то чтобы очень уж такая вышивальная но тем не менее мне удалось кое-что сделать и конечно я думаю вы уже все догадались глядя на картинку которая сейчас у вас на экранах что я завершила гортензии в общем то это была моя одна из основных задач может быть даже самая основная и я это сделал мои гортензии теперь выглядят вот таким замечательным удивительным образом они получились совершенно прекрасные и удивительные так давайте наверное еще вот так вот сделаем чтобы они были еще прекраснее такая подложечка здесь я меняла основу я вышивала на линии 30 каунта от некой немецкой фабрики не фабрика такая не на слуху мне писали что мурана очень имеет похожий оттенок в принципе если вам нравится вот именно такое сочетание основы и вышивки то вы можете обратить внимание именно на мурана впервые я вышивала ниточками лукас и мне очень понравилось то есть я поняла что я с этими нитками готова работать и дальше готова с ними взаимодействовать и дружить у нас случилось полное взаимопонимание знаю что есть разные мнения об этих нитках как такие же позитивные как у меня так и совершенно противоположные я думаю что здесь еще действительно имеет значение основа то есть моем случае лен достаточно такая приятная мягкая основа нитки лукас они тоже очень такие мягкие и возможно именно это сочетание здесь было удачным если же этими нитками вышивать на какой-то основе очень плотный может быть очень такой жесткой аиде то нитки будут перетираться ну или какая-то другая жесткая основа то нитки возможно будут перетираться потому что это они такие на ощупь достаточно нежные я очень довольна своим выбором основы эту основу мне дарили и когда я увидела эти гортензии точнее говоря когда я достала нитки уже из набора то есть когда этот набор покупала то у меня еще не было представления о том что я буду менять основу или на какую буду менять но вот когда я именно достала нитки я поняла что я хочу вышивать на какой-то другой основе вспомнила именно про эту мне кажется сочетание действительно получилось очень очень удачным и я получила максимальное удовольствие от этого процесса от этой работы единственный момент который мне тут ну как-то наверное доставлял некое неудобство и дискомфорт это бэкстич потому что здесь бэкстич разноцветный он идет в одну нитку в две нити тоже довольно много бэкстича идет такими маленькими маленькими штришками то есть буквально там по несколько стежков на разных участках и из-за этого его вышивать уже не очень удобно а так как схема у фирма овина такая цветная яркая и цвета не совпадают с нитками которыми мы вышиваем цвета в схеме не совпадают с нитками то же самое у них в электронном формате то есть саги там вообще полный хаос выделяешь например какой-нибудь желтенький цвет а нитки берешь там синий к примеру то есть примерно так я знаю мне девочки писали что меняют в саге нитки на близкие вот к вышивке но что-то я поленилась если честно этим заниматься потому что все таки цветов довольно много и я решила что пусть остается так в общем разберусь как-нибудь с бэксичем разобралась вот поэтому это наверное самое сложное самое такое было ну не очень комфортно все остальное было классно то есть вышивается все здорово да здесь тоже встречаются какие-то одиночки это в основном середины цветочков но и еще какие-то маленькие группки крестиков тоже кое-где бывают легче всего вышивались листочки листья и конечно же полукрест который здесь выполняет такую роль фона он тоже идет легко полукрест здесь по большей части вышивается в две нити и в одну нитку один и тот же цвет то есть это например вот с этой стороны можно увидеть фиолетовый цвет вот тот вверху такой темно-зеленый вот этот темно-зеленый то есть это все цвета которые идут сначала в две нити вышиваются ближе к рисунку и по краю они как бы немножечко так идут на растворение выполняется уже в одну нитку и получается вот такая удивительная красота давайте наверно покажу вам сейчас поближе но вот посмотрите мне если честно кажется что это тот случай когда через камеру работа выглядит еще прекраснее чем живую это наверное не часто бывает но здесь мне кажется что это именно такой формат во всяком случае когда я смотрю через камеру мне кажется это еще прекраснее вот так красивая такая удивительная работа я не фанат цветов я думаю что многие кто меня давно смотрят это знают я не так часто вышивают цветы бывает конечно такое уже теперь я не говорю про то что я не люблю цветы вышивки но я вышиваю их не часто но когда я увидела вот эту гортензию вообще люблю гортензии мне не нравится и когда я увидела этот сюжет я поняла что вот его мне вышить хочется но мне кажется он все-таки на вот такой основе как у меня смотрится еще интереснее еще удачнее чем на той основе которую предлагает производитель это конечно мое восприятие личное как говорится вкусовщина то есть кому-то может на другом каком-то фоне понравится я думаю что и на каком-либо темном фоне знаете коми темно-синий например может тоже очень даже неплохо посмотрелась эта работа но вот мне на моей основе конечно же нравится больше и давайте посмотрим как давайте сравним вот так сравним с обложкой то есть как смотрится на сером фоне и как смотрится на моем вот этом вот ну условно розовым его назовем этот цвет он такой ну наверное может пыльная роза можно это назвать то есть он тоже такой не чисто розовый конечно ну вот посмотрите как выглядит на обложке и как выглядит на моей основе конечно готовая работа она зачастую выглядит принципе ярче даже если бы вышивала думаю что на основе которая вложена в набор но мне мой вариант нравится больше в этом сюжете 15 тысяч крестиков там чуть больше 15 тысяч начала ее вышивать в январе я посмотрела представляете больше чем полгода у меня эта работа вышивалась но конечно мы все понимаем что это не то чтобы я все полгода и и активно вышивала конечно же нет но я рада что она завершилась у меня летом мне кажется это тоже как-то довольно таки символично у нас это лето было очень очень жарко и действительно ощущение бесконечного лета у меня в этом году и наверное хотелось бы чтобы жара все-таки пошла на спад надеюсь что моя работа этому поспособствует потому что я лично жару не очень люблю что касается ниток очень приятные ну то есть как я уже сказала нитки лукас это конечно первый мой опыт вышивки этими нитками был очень удачным все я всем довольна мне все понравилось и не так осталось с большим ну как с большим нормальным таким запасом то есть довольно комфортным никакие цвета у меня опасений не вызывали все было замечательно и приятно здесь в этой работе довольно много блендов вот здесь у меня как раз эта часть органайзера была под блэнда даже некоторые тут остались и я ей тоже активно пользовалась вот такая прекрасная разработка фирма овен радует я рада что я попробовала вот эти ниточки лукас я теперь точно знаю что если какой-то сюжет а мне понравится и там будут именно эти нитки я буду спокойно покупать такие наборы потому что знаю что для меня это все приятно и комфортно ну вот такая красота напишите пожалуйста как вам этот сюжет как вам моя гортензия нравится не нравится вдруг кому-то может быть не нравится тоже можете об этом написать я не обижусь и не расстроюсь потому что мне самой лично все очень и очень нравится и это конечно не все чем я занималась поэтому давайте продолжим давайте сейчас посмотрим как выглядел мой сюжет от лонгдог пандемик до моего вот этого подхода и теперь работа выглядит вот так мне кажется визуально она прилично изменилась и благодаря тому что площадь на которой я вышивала довольно таки большая получается что вроде бы и продвижение большое ну то есть вот этот вот ромб он вроде как много места занимает вокруг него что-то появилось то есть площадь я так какую-то охватила но сам-то ромб пустой его еще тоже зашивать предстоит поэтому на самом деле здесь выше то не так уж много крестиков ну тысячу я сделала 1045 крестиков я вышила в этот раз могло бы быть больше но здесь случилась такая история вышивала я значит вот этот замечательный ромб вышивала я его начинала снизу у меня тут начало было немножко с одной стороны вот так вот шла вышивала потом с другой стороны вот так вот шла и потом уже тут в конце дошивала верхушку то есть у меня вот по левой стороне уже практически самом верху все было я дошивала вот так вот правую и сам верх ромба и вот когда этот верх я дошивала что-то вот такое чувство что как будто немножко не сходится или сходится или не сходится то есть как-то он для меня было это не очень понятно в общем я соединила этот ромб немножко даже повышевала здесь вверху то есть вот эти тоже элементы цветочки вот эти повышевала то есть все темным основным своим цветом вышивала и сову тоже начала вышивать после этого я отложила работу и уже на следующий день я решила ее продолжить повышевать еще немножко, сделать вот эти вот розовые цветочки. Начала их вышивать и когда я приступила вот к этому, то есть я вышила здесь, по-моему, что-то внизу, когда я приступила к вышивке вот этого цветочка, я поняла, что он у меня сюда не входит. То есть, ну, вот таким образом, как он должен войти, он сюда не входит. Давайте поближе сделаем, чтобы было понятно, о чем я говорю. Вот этот розовый цветочек сюда как-то не совсем помещается. Он помещается, но как-то несколько по-другому расположен. Я задумалась, конечно же, и начала более внимательно всматриваться в свой вышитый ромб. Поняла, что он у меня кривенький. Да, не сильно. Да, совсем чуть-чуть, но кривенький. Я расстроилась, конечно, поняла, что где-то здесь ошибка и, как выяснилось, у меня был пропущен один рядочек, вот такой вот рядочек вот здесь. То есть, мне нужно было распустить вот эту вот часть и здесь тоже верхушку распустить. То есть, вот так вот, вот это все распустить, распороть. Что я и сделала? 350 крестиков коту под хвост, как говорится, пришлось мне их распороть. Да, 350 крестиков. Я посмотрела по саге, немножко погрустила по этому поводу, подивилась на свое упорство, и это меня позабавило. Я подумала, ну, какова же должна быть упрямая девушка, чтобы соединить кривой ромб. Мне это удалось. Ну, в общем, потом, правда, пришлось все-таки распороть. Мелькнула такая мысль, может оставить так, ну, и как-то это все дело обыграть. Но я подумала, что это в итоге займет больше времени, больше мне нужно будет думать. Еще могут какие-то элементы соседние тоже где-то что-то не совсем там входить или не совсем как-то совпадать. В общем, постоянно нужно будет об этом думать, держать это в голове. И я решила, что проще все-таки перешить. Поэтому я так и сделала. Ну, вот, в итоге у меня получилось 1045 крестиков, а могло бы быть 1400, глядишь, если бы не делала ошибок. Ну, ничего страшного. Ошибки случаются. По-прежнему удивляюсь, что здесь большое количество бэкстича. То есть, вот здесь у нас вот эта вот птица, которая, я так понимаю, павлин, потому что здесь такой очевидный хохолок. Очевидно прекрасный, ну, хоть и сложенный такой хвост. Ну, то есть, я думаю, что это павлин. Вот эти вот элементы какие-то шмели или пчелы, ну, кто-то такие, вот какие-то персонажи, они полностью вышиваются бэкстичем. И вот такие маленькие здесь мушки, они вышивают, делается три крестика, и крылышки вышиваются бэком. Ну, то есть, бэк тоже, он присутствует в большом количестве. Так, что еще? Ну, в общем, наверное, все. Я вышивала в этот раз двумя цветами. В основном это был вот этот мой темный основной серый цвет. И немного вышивала розовым. В следующий раз я продолжу, буду вышивать уже светло-серым оттеночком. Там как раз будет удобно вышивать именно им. Тем не менее, здесь я то, что планировала, то, что хотела, я сделала. Теперь здесь готово 3,6%. Так что растем, растем мы с лунгдовом понемножечку. И что я еще вышивала? Я вышивала жирафов. Ну, давайте, наверное, тоже посмотрим, как они у меня выглядели до этого момента. Здесь мне, правда, удалось сделать совсем-совсем чуть-чуть. Сейчас работа выглядит вот так. Всего 384 крестика я здесь сделала. Правда, они заметны. Заметны просто за счет того, что как раз момент, такой этап, да, такой. Потому что в прошлый раз у меня все было вышито вот здесь. А теперь я пошла вышивать вот в эту сторону. Поэтому все эти 384 крестика, они как раз вот здесь и расположены. вышивала я их одним цветом и еще продолжу этим цветом вышивать, потому что планирую так же делать. То есть возьму вот этот вот участок и буду полностью зашивать на нем сначала один цвет, потом второй и так далее. Вот. То есть, ну, здесь особо не знаю, что вам рассказать. Мало, мало, конечно же, я вышивала. Поэтому давайте поговорим о том, что будет дальше. Во-первых, я хочу оставить себе еще пока жирафов тоже продолжить и пошить их еще некоторое время, потому что, ну, как-то 384 крестика совсем не серьезно, на мой взгляд. Мне хочется продвинуть больше эту работу, поэтому ей я продолжу также заниматься. Ну, по крайней мере, еще вот крестиков 700 вышить мне бы здесь хотелось. Надеюсь, что в этот раз у нас с ними все получится более удачно. А что же будет еще? Еще будет Звездный дракон от Савиного леса. Почему он? А потому что он выпал в игре Вышить все. Да, ему везет. В последнее время довольно часто он вышивается у меня благодаря именно этой игре. И в этот раз я буду заниматься как раз бордюром справа и слева. Буду вышивать. Ну, здесь вот уже, в принципе, довольно много вышит. Оно еще продолжу. Здесь будут еще такие цветочки, по-моему, красным будут цветом вышивать. Может быть, и зеленым что-то будет. Не помню. Ну, в общем, с одной и с другой стороны я буду заниматься как раз вот этим вот бордюром. Думаю, что мне этого вполне хватит, чтобы здесь сделать тысячу крестиков. Особо в этот раз на большую цифру не рассчитываю, потому что у меня еще планов много. Я еще хотела и по вашим заданиям даже по двум повышевать. Но прямо сейчас мы не будем выбирать задания из ваших комментариев. Сделаем это еще чуть-чуть позже, пока я повышеваю вот жирафов Звездного дракона и хочу взять еще одну работу как раз по тому принципу, который вам уже ранее озвучивала, работы, у которых меньше всего вышито в процентах. И это, может быть, кто-то догадается, кто же у меня идет после жирафов. То есть, вот меньше всего в процентах на лонг-доге, потом жирафы, а потом это северная сказка, северная девушка, как ее многие называют, от фирмы Золотые ручки. Да, именно этот сюжет у меня здесь вышито 12% и это получается как раз следующая позиция после жирафов. Поэтому я хочу ее тоже продвинуть, желательно тоже на тысячу крестиков. Но посмотрим, как это будет получаться. И насколько я помню, когда я последний раз вышивала эту работу, здесь у меня вышит как раз вот этот нижний бордюр полностью, за исключением бисера. Бисер у меня здесь не пришит, но я его, наверное, буду позже, скорее всего, пришивать. Поэтому сейчас я приступаю к вышивке того, что расположено чуть выше. И здесь два варианта. Либо начинать вышивать одежду вот этой девушки, либо начинать вышивать фон. Фон, по-моему, здесь вышивается полукрестом. Я вот сейчас не посмотрела, но мне кажется, что он вышивается полукрестом. А может быть, я и ошибаюсь. Ну, в общем, вот у меня два варианта. Либо фон, либо ниточки гамма-клауд, потому что вся вот эта часть вышивается гамма-клаудом. Либо как-то совместить и то, и другое. В общем, посмотрим, как я там решу. Открою схему. Как обычно бывает, посмотрю, что мне больше, может быть, на данный момент хочется, или что мне кажется более удобным начать вышивать именно сейчас. И вот с этого и начну. Так что это мы с вами увидим чуть позже. Ну вот, а потом, уже в следующем включении, мы будем выбирать задание из ваших комментариев. Ну и еще, может быть, что-нибудь возьмем в работу. Итак, еще одно включение. И сейчас вы видите жирафов такими, какими я вам показывала их в прошлый раз. Я действительно их еще повышевала. Теперь они выглядят у меня вот так. Интересно, когда называешь работу, например, жирафы, а здесь от жирафов только магнитик. Но, тем не менее, растут, растут мои красавчики будущие. Точнее говоря, пока растет саванна. И здесь, я думаю, тоже продвижение заметно. Я продолжаю вышивать вот эту часть. Думаю, что в следующий раз она у меня тоже завершится, и будет такая пушистенькая травушка. Так потихоньку и до жирафов доберусь. Вышла я в этот раз 839 крестиков в этой работе. И в общей сложности получилось с теми, что я вышла ранее, 1223. Так что уже такой симпатичный результат. И 12%, даже 12,5% здесь уже готово. Я считаю, что мы, в общем-то, с ними хорошо продвигаемся. Дальше я вышивала то задание, которое выпало в игре. Вышить все. И это звездный дракон. Давайте тоже посмотрим, как он у меня выглядел. По заданию я всегда вышиваю минимум 1000 крестиков. В этот раз прибавилось 1062. И теперь работа выглядит вот так. Я думаю, уверена, что продвижение заметно. Потому что начинает оформляться работа вокруг дракона. И я продолжу вышивать вот этот бордюр. Вот эти веточки появились. И с этой стороны бордюр тоже потихонечку растет. Вышивала все одним цветом, как вы понимаете. И немножечко так, чуть-чуть мне поднадоело им вышивать. Но я решила, что все равно так удобнее. Поэтому в следующий раз я еще сколько-то повышиваю именно этим цветом. Закончу вот именно на этой части вот этот бордюрчик. А потом возьму другие более яркие оттенки. И здесь вот эти вот цветочки, они будут здесь добавиться желтый цвет. А вот в этих трех веточках здесь будут такие красивые красные цветы. Поэтому работа в следующий раз, я думаю, станет такой более нарядной и красочной. Ну а пока это выглядит вот так. Хотя мне так тоже очень нравится на самом деле. Он тоже смотрится очень здорово, стильно. Вышивалось все легко. То есть здесь еще вот эти моменты. Я хоть не очень люблю повторяющиеся элементы с одной стороны. Но с другой стороны их легче вышивать. Потому что после того, как вышедешь такой один элемент, формируется вот в голове этот путь, по которому удобно идти. И уже на следующем элементе не нужно задумываться, как его вышивать. Ты уже как-то так вот и продолжаешь это делать. Уже по вот этому сформировавшемуся пути идешь. Вот такое здесь продвижение. И я тоже очень довольна тем, как у меня сейчас выглядит дракон. Так, сколько у меня процентов готово, я не посмотрела. Но до 50 еще точно не добралась. Так что продолжать надо. Продолжать вышивать эту работу. Обязательно будем. Ну и работа, которая очень давно не вышивалась. Я посмотрела, она у меня последний раз продвигалась в мае. То есть вот все лето, ну как все лето, да, июнь-июль. Я точно ее не вышивала. В мае тоже не помню, там начало было или конец мая. Поэтому я рада, что эта работа тоже продвинулась. Давайте сейчас тоже посмотрим, как она у меня выглядела до этого подхода. Был готов только нижний бордюрчик. И теперь работа выглядит вот так. Так, добавился фон. Я все-таки решила начать или продолжить с фона. И вышила его полностью на вот этом участке. То есть вот здесь как раз в центре теперь будет располагаться сама девушка. Точнее говоря, вот эта ее большая-большая юбка. И выше уже пойдут елки. То есть вот то, что касается полукрестового фона, я здесь полностью сделала. Как раз получилось у меня 1104 крестика. Ну, можно было, наверное, чуть меньше сделать. Но я уже хотела дошить весь этот полукрест, чтобы такую логичную часть уже завершить. И в следующий раз я буду вышивать здесь уже ниточками Гамма Клауд. Буду, наверное, немножко мучиться с ними. Потому что все-таки 16-й каунт. Довольно-таки мелко. Вышивка выполняется в две нити. К тому же, что самое, наверное, для меня здесь не очень приятное. Это то, что здесь есть бленды из ниток Гамма Клауд. Вот это мне не очень нравится. Потому что, когда нужно вышивать одним цветом, я могу вдеть один конец нитки в иголку, соединить два кончика. И, соответственно, я буду протягивать через основу всего две ниточки. То, когда же бленд, то там приходится два кончика нитки вставлять в иголку. И, соответственно, через основу протягивать четыре ниточки Гамма Клауд. А это уже заметно сложнее, что ли. И, возможно, нитки будут тоже немножко более трепаться. Ну, посмотрим, как будет получаться еще. Это пока только мои предположения. А как будет по факту, мы узнаем позже, когда я еще раз приступлю к этой работе. Ну, вот пока получается вот так. Дальше будет сама девушка непосредственно. А сейчас мы будем выбирать задание из ваших комментариев. Я почитала, обратила внимание на то, что в этот раз было много голосов за категории. В основном это были категории «Не сбавляй темп» и «Думай о великом». Даже затрудняюсь сказать, за какую больше. За категорию «Хочу финиш» были голоса, но их было меньше намного. Ну, и категория эта сейчас самая такая маленькая. Уж после того, как оттуда ушла гортензия, то и совсем она скромная. За отдельные работы очень много голосовали как раз за гортензию. Это понятно, потому что она на финишной прямой. Но в этот раз мне показалось, что за шале голосовали поменьше. Тоже довольно много голосов было, но вот по сравнению, например, с гортензией намного меньше. Очень много также голосовали вот за вот эту северную сказку, за вот эту северную девушку. Тоже очень-очень было много голосов. Видимо, соскучились вы по этой работе. Что еще было в большом количестве? Ну, вот это, наверное, основные, потому что за другие тоже было, за некоторые работы было так относительно много голосов. Но как-то все-таки меньше, мне кажется. То есть, например, «Баба-яга», «Орел» тоже за них много голосовали. Но и за другие сюжеты голоса тоже были. Поэтому пойдемте выбирать. Сейчас будем выбирать два комментария. Что ж, вставляем ссылочку, загружаем видео. 169 комментариев на данный момент. Вот моя замечательная конфета появилась на фоне. Ну что, выбираем? Давайте будем смотреть, что же меня ждет, какие процессы. Так, это у нас... Давайте узнаем, кто. Ольга Овчинникова. Ольга, спасибо за видео. Конфетка очень симпатичная. Спасибо вам, Ольга. Голосуй за категорию «Думай о великом». Отлично. Значит, у нас будет рулетка. Будем выбирать из этой категории с работами, которые максимально далеки пока от финиша. Я рада этому факту. И выбираем сразу еще один комментарий. Так. Келискостич. Продвижения отличные. Не часто голосую. Но в этот раз очень хочется еще продвижения Милхила. «Мой голос за Милхилл». Спасибо большое. Мне кажется, отличные комментарии выбрали. Я рада, что я и покручу рулетку, и повышеваю Милхилл. Мне это очень и очень приятно. Итак, достаем Милхилл и крутим рулетку. Итак, Милхилл серия «Стикс». Самая большая, самая крупная серия у Милхилл. 18,4 см здесь сторона. И выглядит у меня сейчас работа вот так. Вышиваю я ее по цветам. И в следующий раз я буду брать очередной цвет. Не смотрела сейчас, сколько там им вышивается. Но мне кажется, тоже довольно много. Поэтому, может быть, мне тоже хватит одного цвета, чтобы вышить тысячу крестиков. Ну, может быть, парочку. Я вот здесь точно не скажу. Буду пока продолжать вышивать тоже зеленым. То есть, вот здесь что-то появится. Ну, и этот цвет, я думаю, тоже будет вот здесь. Где-то может быть и вот здесь тоже. Потому что это дерево, это елки будущие. Ну, и вот здесь тоже вот эта вот полянка. Так что они по цветам пересекаются. С удовольствием повышиваю эту работу. Очень мне нравится ее вышивать. Но в целом люблю Милхилл. И вот эта работа тоже вышивается прекрасно. Нравится мне ее вышивать по цветам. Я вообще очень люблю вышивать по цветам. Но не всегда у меня есть такая возможность. Потому что я основу не размечаю. И не всегда по цветам вышивать удобно. А здесь вот в этой работе удобно. Поэтому я с удовольствием пользуюсь этой возможностью. Вот взять один цвет и вышить сразу полностью его на всей работе. Так что буду продолжать в том же духе. Тысячу крестиков здесь сделать, я думаю, мне удастся. А сейчас мы будем крутить рулетку. Рулетку будем крутить, которая думай о великом. На данный момент это категория с наибольшим количеством сюжетов. Пять работ здесь. Это... Так, что у нас здесь есть? Есть Северная сказка, которую вы недавно видели. Жирафы тоже недавно вы их видели. Лонгдог я тоже вышивала в рамках этого видео. Звездного дракона тоже вышивала в рамках этого видео. И Баба-яга, которую не вышивала в рамках этого видео. Только сейчас, кстати, поняла, что оказывается 4 процесса из этих 5 я уже успела повышивать. То есть все кроме Бабы-яги. Интересно, что же мне выпадет. Сейчас с удовольствием, в принципе, продвигаю любую из этих работ. Поехали. Так, затаили дыхание. И ждем, что будет. Наверное, Бабы-яги не будет. Жирафы или Лонгдог. И это... Или Звездный дракон. Лонгдог. Ну что ж, я с огромным удовольствием повышиваю эту работу. Мне очень нравится и очень приятно ее вышивать. Давайте вспомним, как она у меня выглядит. Немножечко жаль, что не выпала Баба-яга. Было бы интересно, да. Если бы выпала Баба-яга, получилось бы, что я все работы из этой категории повышивала. Но будет Лонгдог. И это тоже прекрасно, конечно же. Вот таким образом он выглядит сейчас. На большой у меня раме находится. Благодаря тому, что гортензию я закончила. Освободились у меня большие Куснапы. Поэтому я с огромным удовольствием буду продвигать эту работу. И я думаю, что буду заниматься я внутренней частью этого ромба. Скорее всего, здесь большое количество крестиков внутри. Поэтому, наверное, тысяча наберется. Ну, мне так кажется. Ну, если вдруг не наберется, значит еще чего-нибудь повышиваю. Здесь у меня вот такие планы. Получается, по заданиям я вышиваю дерево от Милхилл и Лонгдог. Что же я возьму еще? Я решила взять еще одну работу. И, возможно, вы догадываетесь, какую у меня на нее были планы. В формате вот этих двух недель. Да, это будет шале от фирмы Лукас. Потому что здесь я хотела вышить 2500 крестиков. То есть 5000 полукрестиков, точнее стежков. И я пока еще этот объем не сделала. Не знаю, получится ли у меня в этот раз прям вот этой цифры достичь. Но я думаю, что я продвигаю еще ощутимо эту работу. Надеюсь, что результат будет, по крайней мере, заметный. Вот так выглядит сейчас у меня шале. Такой вот небольшой уже участочек у меня здесь остается незашитым. 90% готово в этой работе. Все время смотрю и каждый раз удивляюсь. Мне кажется, осталось совсем всего ничего. Ну там, не знаю, 5% осталось, может быть. На самом деле сага показывает, что 10%. Ладно, будем, значит, продвигать и эту работу тоже. Вот такие три сюжета я возьму на оставшиеся деньки. И следующее включение будет уже завершающим. Покажу вам, как у меня продвинулись работы. И посчитаю, сколько у меня получилось сделать за эти две недели. И вот уже завершающее включение двухнедельного видео. Давайте будем смотреть, что у меня получилось сделать в последние денечки. И подведем с вами итоги. И начать я хочу с оформления, про которое я говорила вам в начале. Про шарик с драконом. Вот так он у меня сейчас выглядит. Такой, в принципе, довольно симпатичный получается. Но еще не на 100% готов. Что мне здесь осталось сделать? Я ему забыла вшить петельку. Вот когда сшивала, была так сосредоточена на том, чтобы сшить как-то поаккуратнее. Что забыла про то, что сюда бы еще и петельку вставить. Да, этот момент упустила. Но я думаю, что этот вопрос я решу. У меня вот здесь вот так осталась нитка еще от сшивания. Потому что снизу я тоже хочу дополнительно шарик оформить. Купила я такие шляпки для бусин. И хочу сюда сделать кисточку. Вот этому шарику мне очень хотелось добавить кисточку снизу. Потому что смотрю на этого дракона, и мне хочется увеличить его богатство. То есть как-то продлить и показать. Они так немножко туда все собрались. Вот эти вот сокровища. И хочется как-то продолжение этому сделать. Поэтому я хочу здесь добавить кисточку. Кисточка ко мне пока не приехала. Она в пути. Но я ходила по местным магазинам и смотрела вот шляпки для бусин. Старалась найти покрупнее, чтобы вот эту серединку хорошо как-то она закрывала. У меня еще есть вот такой вариант из относительно крупных. То есть не золотой, а вот такой вариант. Ну а во-первых она поменьше. И я посмотрю на самом деле как будет лучше с кисточкой сочетаться. В общем-то это тоже неплохо подходит с этой стороны. Ну и с этой тоже в общем-то неплохо. Хотя может быть сюда такое черное серебро, да, такое темное бы тоже подошло. Но к сожалению не нашла я достаточно крупных шляпок вот в других расцветках. Поэтому вот какие были такие и купила. И теперь вот жду кисточку. Решу уже по факту какая будет лучше шляпка подходить и сочетаться с кисточкой. Скорее всего вот эта, потому что кисточка тоже золотая. Но посмотрим. Я все-таки рискнула и сделала вот этот вот длинный шов на машинке, прострочила. Вот таким образом мне осталось сшить вручную вот такой коротенький участок. Я вывернула через него шарик. В принципе он мне неплохо вывернулся, но с некоторыми нюансами. Все-таки одна сторона, она достаточно сильно растарепалась. Несмотря на то, что шарик у меня, вышивка была проклеена дублерином. И поэтому не очень удобно было сшивать. Шов получился не идеальный. Но именно по этой причине я знала, что у меня очень такой идеальный не получится. Почему? Потому что там сшивается по определенным точкам. И когда ты это намечаешь, а потом прострачиваешь на машинке, шов получается все-таки более ровный. А когда ты просто вручную стягиваешь за вот эти точки, то все равно он получается не идеально ровный. Поэтому я и хотела, чтобы этот шовчик был более коротеньким хотя бы. Я рада, что я пошла все-таки таким путем, несмотря на некоторое неудобство. Потому что, ну, мне кажется, так по итогу весь целиком шарик выглядит все-таки аккуратнее. Ну вот, все. Теперь я жду кисточку и доделаю шарик. Ну вот на данный момент все, что могла, уже сделала. Теперь непосредственно к вышивке. Одно из заданий по вашим комментариям был вот этот вот Милхилл дерево, мое Гроу. И давайте посмотрим, как у меня выглядела эта работа. До этого подхода здесь я сделала тысячу три крестика. И теперь работа выглядит вот так. Я думаю, внимательные зрители, очень внимательные, заметили, что здесь я сделала два цвета. Я вышила два цвета. Я вышивала, конечно же, в основном вот этот вот зеленый цвет, более светлый зеленый. Уже так как-то яркость некую картинка приобретает все-таки. Этот зеленый цвет более такой яркий, светлый, красочный. Не знаю, как его еще назвать. И основную часть крестиков я сделала им. В принципе, им вышивалось почти что тысяча крестиков. То есть там не хватало совсем-совсем чуть-чуть. Когда я его полностью вышла, я подумала, ну, начинать как-то еще один цвет, которого здесь много, следующий, мне бы не хотелось. То есть останется незавершенным. Поэтому я выбрала наоборот цвет, которого здесь меньше всего. И вышла вот голубым цветом. Вот здесь это месяц. Здесь будет вот этот вот месяц. Именно в нем сделала, если я правильно помню, 19 крестиков. Таким образом я добрала до 1000. 1003 получилась крестика у меня в общей сложности. И в итоге я вышила полностью два цвета. Зеленый и вот этот вот голубой. Работа продвигается. И мне нравится, как она прирастает. Там еще есть оттенки, которыми вышиваются много. Ну, меньше 1000, да. Но я думаю, что я буду делать опять так же. То есть буду брать какой-то цвет, которого много, вышивать его. И потом в дополнение к нему вышивать там 1-2 цвета, которых меньше. Ну, и таким образом работа скоро уже завершится на самом деле. Потому что здесь уже готово 48%. Так как в общей сложности в этом сюжете 11 с чем-то тысяч. Поэтому сейчас мне уже осталось вышивать в этой работе меньше 6000 крестиков. Поэтому я думаю, еще раз 5 мне за нее взяться. То есть 5 вечерочков и она будет готова до работы. Итак, идем дальше. Дальше также по заданию из ваших комментариев. С помощью рулетки я еще плюс выбирала. Был лонгдог. Давайте тоже посмотрим, как он у меня выглядел. Здесь я сделала то, что планировала. И теперь работа выглядит вот так. Да, я дошила как раз внутреннюю часть вот этого ромба. И буквально немножечко вот серым цветом, когда светло-серым вышивала, у меня оставалась ниточка вот здесь. Делала несколько крестиков. А так я все вышивала именно внутри ромба. И таким образом у меня получилось сделать 1118 крестиков. И сейчас уже здесь готово 5%. Мне кажется, мы неплохо продвигаемся с лонгдогом. Я не особо рассчитывала на такие скорые продвижения в нем. Но вот уже получается красота. Мне нравится и то, как это выглядит. И мне нравится то, как это вышивается. Ну, за исключением того момента, когда мне пришлось распарывать. Ну, это моя ошибка, конечно же. А так все прекрасно, все замечательно. И я довольна тем, что я вижу тем, как это все происходит. Основа для меня очень комфортная. В общем, в очередной раз я порадовалась, что я ее взяла для такого большого проекта. Потому что именно я получаю огромное удовольствие, наслаждение в процессе. А не это самое главное в хобби. Поэтому здесь я тоже результатом очень-очень довольна. И, в общем-то, по итогу за эти две недели лонгдог подрос более чем на 2000 крестиков. Что, конечно же, очень и очень здорово. Ну, и еще я вышивала шале. Давайте тоже посмотрим, как у меня работа выглядела в прошлый раз. И здесь я хотела в начале этого видео, я вам говорила, что хочу вышить половину всего оставшегося. В прошлый раз я сделала более 2000 стежков. Две с половиной почти. И в этот раз результат меня тоже радует. Работа сейчас выглядит вот так. Я сделала в этот раз почти 3000 стежков, чуть меньше. То есть, если будем переводить в крестики, то в этот раз я добавила 1490 крестиков. Что, конечно же, замечательно. И по итогу я как раз сделала то, что я планировала за эти две недели. Мне нужно было вышить из оставшихся 10 тысяч стежков 5000. Я это сделала. То есть, в общей сложности у меня получилось 5424 стежка. Либо, ну, если в крестики опять же переводить, 2712 крестиков за вот эти две недели. Работа проросла на это количество. И теперь мне остается менее 5000 стежков сделать в этой работе. Это, конечно же, очень и очень приятно, что здесь уже так немножечко остается. И я тут уже как только не изощрялась, какими только путями не шла, сначала вышивала вот этот ствол дерева. Потом я решила, что хочу какие-то цвета, которых мало. Думаю, буду вышивать от меньшего к большему. Вернусь к тем цветам, которых мало. Я в прошлые разы как-то вышивала. Те, которых буквально 3-4-5 стежков было. Такие у меня уже были сделаны. Поэтому в этот раз я вышивала те цвета, которых было 15, 20, 30 стежочков. Примерно вот так. Шла, значит, вот таким образом. Потом дошла до цвета, который было в тот момент не очень удобно вышивать. И решила просто как-то повышивать немножко по цветам. Потом я решила, сейчас вам покажу. Если вы обращали внимание, когда вышивали наборы от фирмы Lucas. Я, кстати, вот у Lety Stitch не помню, так же или нет. Но у фирмы Lucas там обычно цвета на планшетках расположены таким образом, что те цвета, которые идут в начале, их в работе используется совсем немного. И чем ближе к концу списка, тем этих цветов больше используются в работе. То есть там это просто очевидно. Потому что по намотке видно на планшетках. И, соответственно, в моем случае у меня они пронумерованы от 1 до 56. 56 цветов в этой работе используются. И поэтому вот, которые первые вот эти вот цвета, их меньше используются. Я посмотрела, что действительно вот, то есть здесь у меня расположены цвета от 1 до 36. И, соответственно, вот этих вот, которые в начале, их используется совсем немного. Я решила пройтись по ним. И я пошла вот так буквально по списку. У меня, конечно, большая часть уже была вышита из них. И я вот смотрела, какие у меня здесь не вышитые. И вышивала вот так буквально, по порядочку смотрела. В итоге я дошла с этого органайзера. Все цвета у меня уже использованы. Больше я их использовать не буду. И перешла вот к этому органайзеру. Добралась я до 40 цвета. То есть вот до 40 цвета у меня все-все вышито. Из оставшихся 16 тоже некоторые цвета у меня, на самом деле, уже вышиты полностью. По-моему, я вчера считала, осталось мне 10 цветов. То есть 10 цветов, которыми еще мне предстоит вышивать. Это вот какие-то из вот этих. 53-й. Вот здесь, кстати, одна ниточка висит. Это не значит, что их нет. Они есть еще. Просто не навешанные сюда. И вот 53-й я закончила вышивать. Вот 49-й, наверное, тоже уже закончила вышивать. В общем, из этих цветов мне еще предстоит вышивать всего 10 цветами. Нужно будет сделать вот около 5000 стежков, чуть меньше. И это, конечно же, уже более простая работа. Тем более, что здесь уже практически довсюду можно дотянуться. То есть берешь любой цвет и вышиваешь полностью его на всей работе. Как-то так, видимо, здесь и буду я делать. Поэтому надеюсь, что эта работа у меня скоро придет к финишу. И, конечно же, я теперь уверена, что к концу лета работа на 100% будет завершена. Но если только не случится что-то прям такое из разряда форс-мажора. Сейчас я думаю, что все сложится хорошо. Так что вот такие у меня продвижения. Итак, что же у меня получилось сделать за эти две недели? За эти две недели я завершила один процесс. Гортензия от Овин. Тоже я ее очень хорошо повышевала. Мне там еще оставалось 1755 крестиков. Я их полностью сделала. И, конечно же, счастлива, что эту работу я завершила. На данный момент у меня остается 11 процессов. Очень хорошо у меня продвинулось шале. Ну, я, в общем-то, насчет него не очень сомневалась. Потому что именно по этому сюжету у меня были планы на эти две недели. Я, конечно, стремилась все-таки их выполнить. Так что здесь у меня добавилось почти 5500 стежков. И теперь готово 95,5%. И осталось вшивать чуть менее 5000 стежков. Очень-очень радуюсь этому факту. Лонгдог. Вот этот сюжет продвинулся неожиданно тоже хорошо. Более чем на 2000 крестиков. И теперь, как я уже сказала, 5% в нем готово. Но в нем, конечно же, еще шить, 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 шить и шить. Жирафы от Анкор рады за них. Теперь здесь 12% готово. Уже тоже такая более-менее солидная процентовка. Звездный дракон продвинулся на 1000 крестиков. И теперь 44% в нем готово. Так что тоже мы с ним идем к половине. Довольно бодро. Рада за северную девушку. Северную сказку от Золотых ручек. Тоже она подросла. И теперь 15% готово в этом сюжете. Тоже очень приятно. Милхилл. Это еще один сюжет, который подрос на 1000 крестиков. И в нем готово уже 48%. Таким образом, за эти две недели я повышевала 7 процессов. Которые в общей сложности продвинуло на 10638 крестиков. И мне кажется, результат довольно хороший. Мне нравится заканчивать работы, насколько я понимаю. Мне нравится то, что мне сокращается количество процессов. Как-то мне очень комфортно сейчас от этого становится. И я планирую дальше, по крайней мере, пока заниматься именно сокращением. Конечно, первым претендентом на финиш у меня сейчас стоит шале. Вообще, я тут посмотрела, сколько мне осталось вышивать крестиков во всех моих начатых работах. Вот у меня сейчас 11 сюжетов. Если мы сложим крестики все оставшиеся в этих процессах, то я количество сейчас не помню. Я просто посчитала при моей нынешней скорости, за сколько я смогла бы завершить, если ничего не начинать нового. У меня получилось около 11 месяцев. Так что даже если я ничего не буду начинать, то практически на год мне еще работы хватит с этими сюжетами. Я, конечно же, не планирую поступать именно таким образом. Это просто мне было любопытно. И я вот решила посмотреть. Но пока подсократить количество я не против. Поэтому будем сосредотачиваться на все-таки начатых действительно сюжетах. И вышивать их активненько. Ну, насколько получается. Я довольна, как у меня прошли эти две недели. Надеюсь, что вам тоже видео понравилось. И вы с удовольствием провели со мной время. Если это так, то обязательно поставьте лайк. Так, напишите комментарий. Проголосуйте за работу, которую вы хотели бы, чтобы я продвинула на следующей неделе. Обязательно буду выбирать задания из ваших комментариев. Хотя, конечно, сейчас уже аудитория, я так понимаю, будет делиться. И часть будут смотреть на Дзене, кому это удобнее. Часть останутся на Ютубе. Ну, я рада всем своим зрителям на всех площадках. Так что буду рада видеть вас и там, и там. Смотрите, где вам удобнее. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого-самого доброго. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.